В Москве подходит к концу ежегодный Гайдаровский форум. Участником мероприятия стали более 15 тысяч человек, среди которых известные ученые, чиновники, бизнесмены и общественные деятели. Цель мероприятия – обсуждение проблем и задач развития России и роли страны в мире. Активное участие в форуме приняла и ульяновская делегация во главе с губернатором Сергеем Морозовым. Так, в рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между региональным центром стратегических инициатив и российским НИИ культурного и природного наследия. Стороны планируют совместно реализовать несколько крупных проектов, направленных на сохранение историко-культурного наследия. Самая главная задача, которую нам поставил губернатор – это принять проект, программу региональной идентичности. Это первая, самая главная задача, которая перед нами стоит. Мы уже сейчас в куларах договорились о том, что ряд экспертов сегодня Института имени Лихачева будут принимать участие в аналитике этого документа, в разработке совместного плана и так далее. Несмотря на то, что Институт наследия является структурой федеральной, в их интересы входит развитие региональных проектов по вопросам культурного наследия и государственной культурной политики. У нас очень интересуют вопросы государственной культурной политики и вопросы эффективности, так скажем, вложений государственных средств в сферу культуры, как они работают, какой они дают эффект. Еще одно соглашение касалось развития телекоммуникации в регионе. Договоренности в этой сфере были достигнуты областным правительством и компанией «Мегафон». Планируется совместная реализация ряда проектов в сфере цифровой экономики. Не менее 150 населенных пунктов нашего региона в прошлом году благодаря их стараниям улучшили сотовую связь, а значит, огромное количество наших с вами россиян, моих землекров, ульяновцев, имеют сегодня возможность жить так же комфортно, общаясь друг с другом, как и в городах. Для нас Ульяновская область – это очень важный регион, мы инвестируем туда существенные средства, и у нас связь четвертого поколения доступна практически на всей территории Ульяновской области, и мы доделаем эту работу уже в 2018 году. Достигнутые на форме договоренности также касались научно-технического взаимодействия и инновационного развития городов и районов. Данная деятельность ведется в рамках реализации региональной концепции «Умный регион». Анна Тищенко, Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.